Всем привет! Меня зовут Маргарита, и сегодня мы с вами разберем песню Listen, Beyonce. Прежде чем мы с вами начнем разбирать песню Listen по приемам, я попрошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на канал, пока вы не забыли. Ведь в этом видео будет очень много интересного. Постараюсь объяснить, как всегда, все очень доступно и подробно на сложных моментах. Для разбора я выбрала, конечно же, живое выступление, потому что живые выступления интересны не только тем, что они нам показывают явную картину вокальных способностей того или иного артиста, но, как и в песне Listen, Beyonce поет ее на полтона ниже, чем оригинал. И вот я все время задаюсь вопросом, почему песня записывается в тональности выше, а выступает в итоге все равно с пониженной тональностью. На самом деле у этого могут быть причины не устать во время концерта, например, не сильно напрягать свои голосовые связки, не петь на пределе своих возможностей. Как в этом случае, да, Beyonce должна была выйти и спеть только одну песню и не облажаться, спеть ее хорошо. Поэтому выбрали более удобную тональность для этой песни. Поэтому я вас, как педагог по вокалу, заклинаю. Если у вас не получается песня в какой-то тональности, она кажется вам очень высокой, поменяйте тональность. Потому что каждая песня пишется под конкретного артиста. И этот артист, скорее всего, хочет показать, какой у него богатый диапазон и спеть на пределе своих возможностей. Потому что на записи мы можем всегда переписать некоторые строчки и спеть по нескольку раз. В отличие от живого выступления, где у тебя только один шанс. И вот как раз для этого шанса люди и понижают тональность. Так делает не только Бейонс, так делает Селин Дион, так делает Адель, так делает Сия. И много кто, и Уитни Хьюстон тоже свою I will always love you пела на тон ниже оригинала. Поэтому, если у вас что-то не получается, не переживайте, не долбите бесконечно эту песню. Хорошо? Просто сделайте удобную для себя тональность. Надеюсь, с этим понятно. Переходим к песне. Стоп. Разберем для начала. Начало. По сути, здесь все поется на расслаблении. Это низ нашего диапазона. Listen. Единственное, на что хочу обратить внимание, это вибрато на согласной. На н. Это вибрато нечастое, оно такое классическое, небыстрое и немедленное. Listen. Но это уже такой соуловый приемчик, и звучит очень красиво и аккуратно, нежели мы спели на открытый гласный. Listen. Ну, тоже на самом деле ничего, но на закрытый как-то оно звучит интимнее и аккуратнее. The song here in my heart. И там на heart есть небольшой флип, небольшой йодель. Да, и все это очень быстренько, и звук из верхней ноточки потенциальной убирается. И вот таким образом получается. Очень аккуратненько, там нет плотности уже, потому что это очень низко. Вот на старт уже, на старт, на старт в слове мы уже чуть-чуть уплотнились и дали опять вот это соуловое бейонсовское вибрато. Кстати говоря, о низких нотах. Здесь достаточно низко для женского диапазона, метасопрано, особенно для людей, которые привыкли петь на тоненьком смыкании. Им достаточно сложно обычно поймать вот это толстое смыкание и пропеть грудным голосом, да, поплотнее пропеть. И обычно что у нас? Просто голос начинает пропадать, типа A melody Либо гортань сильно опускается, и голос как из бочки звучит. Либо вообще пропадает голос, да. Ну, в основном еще и из-за стараний излишних, вот. Поэтому здесь очень советую расслабить вам вообще челюсть, щеки, гортань, пробебекать. Может быть, вот эту строчку, типа Чтобы у нас язык был спокойный, это очень важно. Чтобы язык сам не уходил назад, чтобы корень языка не опускался, тем самым упуская гортань нашу, да. Да. Язык желательно лежит спокойно, может быть, даже корень языка приподнят. A melody I start. Но в основном фишка заключается в спокойной гортани. Максимально лениво поете, не пытайтесь дотянуть нижние ноты. Да, потому что у нас голос начинает проваливаться, все это звучит очень странно, и это звучит совершенно не как ваш голос, голос меняется из-за этого. Поэтому надо максимально лениво пропеть, чтобы язык у нас лежал спокойно во рту. Если здесь начнете что-то напрягаться и тянуться за нижние ноты, в общем, она, скорее всего, пропадет и не получится. Кстати говоря, я заметила, что здесь у Бейонсе не такие низы, как сейчас, потому что сейчас голос у нее стал существенно ниже, и все низкие ноты она очень круто берет. Вот, здесь у нее пока нет таких низов, это выступление достаточно давнее, вот, она еще молодая и прекрасна, в общем, она и сейчас молодая и прекрасна, вот. Но здесь она прям такая еще зелененькая, только что вышла из Destiny's Child, мне кажется, я могу ошибаться, вот. Но, да, здесь у нее еще низы не так развиты, как сейчас, потому что с возрастом голос все-таки становится ниже у многих, певиц не у всех, но у многих. Вот, и в целом мы меняемся с возрастом, и голос наш меняется с возрастом, и зачастую изменения именно за счет того, что голос ниже становится, диапазон вниз еще уходит. Кстати, если сохранить свой профессионализм, то у вас низы уйдут вниз, а верха останутся на месте, поэтому становится только лучше, можно сказать. Немножечко запихнула сюда и дала субтона, то есть на улыбке у нас звук становится светлее, конечно же, потому что гортань чуть-чуть приподнимается, добавила воздуха. И вибрато в конце. Закрыто и потом. И опять вот эти вот именно подсрывчики, которые я уже показывала, когда у нас есть потенциально нотка верхняя, но мы ее убираем, и у нас просто такая такой хмык немножко получается, да. Очень красиво. Уже уплотнились конкретненько. С вибрато. Такая пружинка прямо конкретная. Тоже есть вот этот подстрывчик на конце. Где-то она поет Просто чуть-чуть дала больше давления и сорвала, но здесь она вниз ушла. Низы просто стараемся их расслабленно спеть. И вот это вот Вибрато. Эта часть, прекорус назовем его, да, он поется у нас на миксе. Это уже не полный голос, не грудной. Он звучит достаточно плотно за счет наличия тванга, конечно же, за счет сужения преддверия гортани. Мы приплакиваем этот звук, да, чтобы наши связочки утоньшились за счет наклона щитовидного хряща. Я вообще советую вам эту часть пропеть на мяу-мяу-мяу или на ня-ня-ня, чтобы у нас в звуке появился тванг, который дает плотности и звонкости. Чтобы вы не напрягали свой аппарат и не перегружали то, что не нужно перегружать, нам нужно включить сужение гортани. То есть корень языка приподнимается опять-таки. Там тоже у нее вот эти вот микро всегда. Вообще постоянно встречаются эти подстрывчики, эти маленькие йодлики, флипы. Называть можно как угодно. Я, кстати, вот этот прием еще чуть-чуть по-другому объясняла в разборе песни величайший шоу-мен, Never Enough. Поэтому обязательно посмотрите, если у вас еще пока не получился этот прием. Скорее всего, вот там вы точно поймете, как его делать. Немножечко ругаться начинаем на кого-то внизу. И послушаем самый интересный момент. Я вам предлагаю это место отрабатывать по одной ноте, буквально. То есть начать с первой ноты. И только эту ноту настроить. Она идет у нас немного в носоглотку. Нету разницы между. Есть вариант эту ноту спеть чуть-чуть вперед, типа Тогда вам придется перестраивать следующую ноту си-бемоль. Поэтому предлагаю сначала эту ноту настроить. Чтобы она через носоглотку шла, чтобы вам на следующей ноте не пришлось менять позицию. И потом погонять две нотки. Например, попеть сначала так. Почему? Потому что нота си-бемоль или нота си, которая в оригинальной версии, это зачастую переходная нота для женского диапазона. И у вас фа, например, может звучать в полном смыкании. И вам потом нужно на тонкое перестроиться будет. Так, чтобы у вас не произошел никакой флип. Чтобы вы рассчитали, да, чтобы не было типа Потому что нам все равно нужно будет уже на си-бемоль уйти в тонкое смыкание. Иначе у нас будут проблемы с переходом наверх. Поэтому я предлагаю для начала, чтобы не было проблем на верхних нотах, отработать вот эти две. Они очень важны. И в идеале найти фа в тонком. Чтобы вы могли только чуть-чуть на си-бемоль добавить давление, но у вас, вы были бы в одном смыкании, в одной позиции, чтобы вы могли потом уйти наверх. Потом вам нужно нотку, следующую, выкинуть уже в твердое небо, вперед. То есть небо нужно поднять, чтобы у вас звук перестал идти через носоглотку, а вышел вперед, через рот. Когда у нас звук через рот, выходит, когда небо поднято, у нас оно как бы больше отражается в пространстве, чуть более такой народный звук получается. То есть в первом варианте у нас Слышится такой конкретный, конкретная назальность, но если я добавляю давление, то это просто звучит хорошо. Но он звучит достаточно мягко и некрикливо, а именно вокально, за счет того, что я направляю звук свой в мягкое небо, то есть половина звука через нос выходит. А следующий, listen, небо поднимается, положение неба поменяется, соответственно и звук поменяется. Но для начала отработайте все в мягкое. Можно также на мяу. Спеть, например. Или на ня-ня. Только потом, когда вы поймали количество работы, тут главное не передавить, не пережать. У вас достаточно будет вот этой поддержки в виде ровной спины. Но то, что я наблюдаю, например, у своих учеников, это всегда переработка, пережим. То есть на фа, например, все нормально. Listen. Но кажется, что когда си-бемоль, надо вжарить и поддать. Но это заблуждение. Очень сильное. Причем, допустим, на listen вы даете работы в теле по десятибальной шкале где-то на 3. Listen. На 2 даже, да. А на си-бемоль вы должны 1 балл добавить. Ничего не менять. В настройках не зажимать корень языка, не зажимать челюсть, не включать пресс, ребят. А иначе есть вероятность, что гортань поднимется, зажмется, пережмется как-то и получится типа listen. Давление, чрезмерная, чрезмерная работа. Вам нужно сохранить эту свободу как на фа и просто чуть-чуть дальше направить этот звук. Ну, например, фа вы пели на 2 метра от себя, а си-бемоль надо спеть на 3 метра от себя. Listen. И верхние ноточки сильнее приплакнуть, вот прям сильнее на них пожаловаться и на 4 метра от себя направить. Главное, ребята, не давить. Здесь не стараться. Следить за собой в зеркале, что у вас происходит. Есть ли какие-то изменения? Потому что если посмотреть здесь на лицо Бейонсе, Что я вижу? Что усилий там нет. Там нет вот этого вот всего, да, напряжения. Там есть приплакнутость именно на верхних нотках. Там есть улыбка. Listen. Потому что улыбка позволяет звук более направить в мягкое небо. То есть, если бы я пела Listen. Круглый рот, он небо как раз открывает и дает такое звучание более народное. Если мы улыбаемся, то нам это помогает как раз звук в мягкое небо направить. Сделать его более мягким. В конце мы еще приплакнем Listen. И небо наше откроем. Давление сильно добавлять не надо, иначе вы рискуете сделать слишком плотный звук, слишком крикливый. Фишка вся в том, что нужно соблюсти баланс, рассчитать количество давления, не переборщить, оставаться в пределе 5-6 баллов из возможных 10, да, по стараниям. Даже просто осознание этого поможет вам работать, например, с этой песней, если она у вас раньше не получалась. И тут, конечно же, вопрос с типами смыкания. То есть, если у вас в любом случае происходит какой-то флип или срыв, или после си бемоль может быть срыв, потому что некоторые девчонки, конечно же, особенно которые привыкли петь на толстый, они могут петь фа на толстом, си бемоль на толстом, а дальше уйти на фальцетик на какой-нибудь, только потому что вот миксовый регистр не отработан. Поэтому, если вы хотите отработать типы смыкания, отработать микс, тванг, переходные ноты, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Там я рассказываю о том, какие курсы у меня есть, и если вы вот на этом этапе находитесь, то вам, конечно же, подойдет мой курс прокачка, где мы очень много внимания уделяем расслаблению, снятию зажимов, естественно, потому что здесь только в свободном теле может быть свободный звук. Переходным зонам уделяем много внимания микс ту, как перестраиваться, когда уже нужно утоньшиться, как уплотниться. И, соответственно, еще на это потом разные приемы, типа белтинга, мелизматики, вибрато. Накладываем те же самые подстрывчики, флипы, йодли. В общем, очень много информации полезной, поэтому обязательно подписывайтесь, изучайте информацию, пишите и прокачивайте свой вокал. Слушаем дальше. Здесь все идет на миксте. Утоньшенный звук с большим количеством тванга. Тут тоже это все можно попеть на ня-ня-ня, на мяу-мяу-мяу. Не должно быть здесь тяжело. Здесь есть контроль, конечно же, того, что происходит. Это давление, которое мы даем, оно небольшое, но оно должно быть стабильно, оно должно быть отработано, для того, чтобы вы не уходили в какие-то другие звуки. То есть, это все равно тонкое смыкание с приемом cry, то есть, мы это все активно приплакиваем. И вот это вот вибрато на... Немножечко закрываем на... Тогда очень красиво получается. Маленький трихордик. И глиссанда наверх. И тут еще пойдет у нас реттл. Это бейонсовский такой, фирменный знак, да, на этом реттле стоит. Он прям бейонсовский. То есть, она не опускает корень языка. Открытый такой реттл получается, яркий. Можно сказать, что-то йодель. И открыли небо, поэтому звук пошел больше вперед. И ошибкой здесь будет добавить давление на этот звук, добавить стараний. Нет, нам нужно научиться управлять мягким небом, да. Может быть, если мягкое небо опустим, и может быть, открытое мягкое небо, за счет чего звук более открытый. Но, как видите, усилий я особо не прикладываю. Маленький трихордик. Заметьте, она все время на крае. Она все время приплакивает. Без вибрато здесь, конечно, не то будет. Она все время на вибрато. Напора чуть больше здесь. Маленький подсрывчик на конце. Обратите внимание на положение рта. То есть, она как бы и в мягкое небо поет, а подвигая нижнюю челюсть чуть-чуть вперед, мы помогаем звуку еще хорошо так отразиться во рту, знаете, как в камерном небольшом театре, и получается дополнительный объем. Ну, вот это последняя штука, которую мы разберем с вами. Тут я предлагаю сначала, конечно же, по нотам посмотреть, что происходит. Сначала такая штучка. Это слово want только. Да, то есть, у нас want на фа. И потом и через подсрывчик небольшой выходим в звук, который направлен не в мягкое небо, а в твердое небо, скажем так. Еще она там добавляет реттл, но это, я так понимаю, ей помогает сделать звук пожирнее, то есть, добавить туда мясо, потому что она поет, в общем-то, на тонком смыке, на миксте. И чтобы это не звучало как-то по-принцессошни, потому что такой звук обычно по-принцессошни звучит, она добавляет реттл, чтобы как бы мясистее казалось, да, но это логично. И такая штучка. Твердое небо через через такой вот маленький подсрывчик. Ну и все, и дальше там у нас идет сплошная экспрессия, очень много реттла. Но в целом, основное мы с вами сегодня разобрали, и я надеюсь, что что-то полезное вы сегодня точно для себя почерпнули. Потому что я знаю, что у таких песен с, например, подъемами наверх часто возникают трудности, и хочется понять, хоть где-то найти информацию, как вообще можно с этим работать. И в чем причина, почему не получается. Надеюсь, я сегодня вам помогла и направила в нужную сторону, и вы поняли, с чем вам стоит работать. Поэтому, если вам понравилось это видео, и хоть немножко вы для себя пользы почерпнули, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Я вам всем желаю удачи, вокального прогресса, и, конечно же, пойте красиво. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok